Из миллионов тел, составляющих Солнечную систему, в настоящее время обнаружено всего несколько тысяч. Если внутренняя часть системы изучена относительно хорошо, то за орбитой Нептуна простираются огромные пространства неисследованного космоса. Они наполнены множеством космических объектов, из которых только самые крупные известны человечеству. Сегодня я расскажу вам еще об одном из них. Маки-маки. Один из крупнейших объектов пояса Койпера. Космо. Первый космический. Но перед тем, как начать, хочу напомнить вам, что у нас есть телеграм-канал, на котором мы выкладываем самые свежие новости из мира науки и космоса. Например, недавно мы показали кадры первого полета марсианского вертолета Ingenuity. Кроме того, именно в Телеграм в первую очередь публикуются уведомления о выходе новых выпусков. Подписавшись, вы можете быть уверены в том, что не пропустите свежие ролики и важные космические новости. А теперь продолжим. Первым космическим объектом, обнаруженным за пределами орбиты Нептуна, стал Плутон. Это произошло 90 лет назад, в далеком 1930 году. К сожалению, в то время технологии не позволяли обнаруживать тусклые объекты на больших расстояниях, поэтому следующего открытия пришлось ждать долгих 47 лет. В 1978 году был открыт Харон, а в 1992 году – Альбион, первый астероид за пределами орбиты Плутона. 90-е годы ознаменовались цепочкой открытий транснептуновых небесных тел. Но настоящий бум исследований дальней части Солнечной системы пришелся на начало 21 века. Именно тогда знаменитая команда исследователей в составе Майкла Брауна, Дэвида Рабиновича и Чедвика Трухилья открыла самые известные космические объекты за пределами орбиты Нептуна. В этом списке немаловажное место занимал объект, обозначенный как 2005 FY9. Впоследствии он получил название Маки-Маки. Впервые карликовую планету заметили на снимках 31 марта 2005 года, а широкая общественность узнала о новом небесном теле 29 июля того же года во время официального заявления исследовательской группы. В момент открытия планетоид был лишь немного тусклее Плутона и находился заметно выше плоскости эклиптики в районе созвездия Волосы Вероники. В настоящее время орбита Маки-Маки детально изучена по архивным снимкам. Ее эксцентриситет невелик и составляет 0,162. Угол между орбитой планетоидой плоскостью эклиптики равен 29 градусам, и это объясняет, почему столь яркий и крупный объект не был ранее обнаружен. Авторы первых исследований концентрировали свои поиски в плоскости эклиптики, считая, что там вероятность обнаружения новых небесных тел выше. В это время планетоид находился в верхней части своей орбиты, вне поля зрения ученых. Маки-Маки делает полный оборот вокруг центра системы за 306 лет и в настоящее время находится на расстоянии около 52,5 астрономических единиц от Солнца. Планетоид достигнет Офелия в 2033 году. В этот момент от материнского светила его будет отделять 52,82 астрономической единицы. Пройдя дальнюю точку орбиты, Маки-Маки начнет приближаться к Солнцу и достигнет перигелия в 2187 году. В этой точке орбита расстояние до центра Солнечной системы составит 38 астрономических единиц. В момент наибольшего приближения яркость карликовой планеты почти сравняется с Плутоном, что позволит получить более детальные данные о ней. По параметрам орбиты данная карликовая планета относится к так называемым классическим объектам пояса Койпера или Кьюбивана. В отличие от Плутина, находящихся с Нептуном в орбитальном резонансе, Кьюбивана расположены достаточно далеко от ледяного гиганта. Поэтому его гравитационное воздействие можно считать несущественным. 23 апреля 2011 года Маки-Маки закрыла своим диском тусклую звезду в созвездии Волосы Вероники. Это затмение позволило довольно точно определить размеры планетоида. Его экваториальный диаметр оказался равен полутора тысячам километрам, а полярный – 1430 километрам, что составляет около 62% от диаметра Плутона. Таким образом, Маки-Маки является четвёртым по величине транснептуновым объектом после Плутона, Эриды и Хаумея. Однако его может потеснить кандидат в карликовые планеты Гун-Гун, параметры которого ещё до конца не определены. Точная масса Маки-Маки пока неизвестна. Её средняя плотность приблизительно составляет 1,7 грамма на сантиметр кубический, что чуть ниже аналогичного показателя Плутона. На основании этих данных можно сделать грубый расчёт, согласно которому масса карликовой планеты составляет приблизительно 3 умноженное на 10 в 21 степени килограммов или 4% от массы Луны. Период вращения планетоида составляет около 22,5 часов, что довольно много для карликовой планеты. Известно, что Маки-Маки расположена к Земле экватором, но наклон её собственной оси к плоскости орбиты пока неизвестен. Маки-Маки – довольно яркий объект. Его средний коэффициент отражения составляет около 0,8, но первые спектральные исследования показали, что поверхность планетоида неоднородна. Большая её часть имеет высокий коэффициент отражения, достигающий 90%. Однако до 7% карликовой планеты занято тёмными пятнами, поглощающими до 98% падающего на них света. Предполагается, что они представляют собой участки поверхности, состоящие из каменистых пород самого планетоида. Однако более поздние наблюдения, производимые национальным телескопом «Галилео» показали, что поверхность Маки-Маки достаточно однородна. Замеченные ранее тёмные пятна могут быть ошибкой наблюдения или неизвестным спутником, пролетающим над поверхностью карликовой планеты. Для того, чтобы окончательно разрешить этот вопрос, требуются дальнейшие исследования. Согласно наблюдениям и анализу спектра, известно, что поверхность Маки-Маки имеет яркую окраску, близкую к цвету Плутона. В основном она состоит из метана, этана и совсем небольшого количества азота. Продолжительное воздействие мощных ультрафиолетовых лучей предположительно привело к образованию талинов – сложных углеводородных полимеров, содержащих азот. Именно они придают метановому снегу на поверхности транснептуновых объектов алый цвет. В настоящий момент расчётная температура на поверхности Маки-Маки составляет около 29 кельвинов или минус 244 градусов по Цельсию. В ближайшие точки орбиты она немного вырастет и может достигнуть 34 кельвинов или минус 239 градусов по Цельсию. Учитывая, что температура плавления азота и метана гораздо выше, можно сделать вывод, что поверхность планетоида должна быть покрыта ярко-красным метановым снегом с примесями этана, азота и талинов. Причём наблюдения и расчёты показывают, что метан на поверхности Маки-Маки кристаллизирован в виде крупных зёрен размером порядка 1 см. При этом этан представляет собой крупицы диаметром около миллиметра, заполняющие более мелкие промежутки. Естественно, что при столь низкой температуре атмосфера Маки-Маки крайне разрежена. Плотность газов у самой поверхности планетоида примерно в миллиард раз меньше, чем на Земле. Даже повышение температуры при приближении к Солнцу не способно растопить вечный лёд, покрывающий поверхность карликовой планеты. Из-за высокого альбедо большая часть солнечной энергии, падающая на поверхность планеты, отражается обратно в космическое пространство. Долгое время считалось, что Маки-Маки не имеет спутников. Однако в 2015 году группа американских исследователей обнаружила небесное тело, обращающееся вокруг планетоида. Тогда же были измерены его основные параметры. Объект пока не получил собственного имени и известен в официальных каталогах как С-2015. Также спутник получил неформальное обозначение МК-2. Это небольшое и тёмное небесное тело. Оно отражает около 7% падающего на него света и имеет диаметр от 90 до 200 километров. Радиус орбиты спутника составляет не менее 21 тысячи километров, а период обращения – около 12 земных суток. Предполагается, что МК-2 состоит из тех же пород, что и Маки-Маки. Однако солнечные лучи постепенно испарили покрывающий его слой метанового снега, а слабая гравитация спутника не смогла удержать молекулы газа у поверхности. Это очень медленный процесс, занимающий миллиарды лет. Аномально большой период вращения Маки-Маки вокруг собственной оси позволяет предположить существование у этой карликовой планеты как минимум ещё одного крупного спутника. Но на данный момент обнаружить его не удалось. В настоящее время Маки-Маки находится практически в самой дальней точке орбиты, что существенно затрудняет её исследование. Однако запуск межпланетного исследовательского зонда в ближайшее время вряд ли целесообразен. Расчёты показывают, что продолжительность такого полёта с учётом гравитационного манёвра у Юпитера должна составить около 16 лет. Всего через полтора столетия, секунды по меркам Вселенной, Маки-Маки станет ближе к нам, чем Плутон. Она ещё не скоро раскроет свои тайны. Но можно быть уверенными – рано или поздно это произойдёт. Друзья, мы вкладываем много сил и времени, чтобы сделать каждое видео интересным и познавательным. Каждый поставленный вами лайк поддерживает и вдохновляет нас. И если бы вы хотели узнать о ещё каком-нибудь объекте в Солнечной системе, то обязательно напишите комментарий. А своевременная подписка поможет вам не пропустить новые выпуски. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok